Представьте себе самую странную и пугающую выставку, которую вы когда-либо видели. Ряды миниатюрных шкафов, к ним прикреплены вздыхающие насосы. За прозрачными дверцами пытаются выжить несколько новорожденных детей с экстремально низким весом. Тонкая бледная кожа, сквозь нее просвечивает сетка сосудов, головы непропорционально больше тел. Удивительно, куда и ручки, и ножки. И это не роддом, не детская клиника, а самое настоящее шоу. Платите 25 центов на входе и можете сколько угодно глазеть. Нелепо? Бесчеловечно? Дико? Возможно, да. А если я скажу, что эта выставка спасла тысячи детей и навсегда изменила представление человечества о ценности жизни? Скорее всего, даже среди ваших знакомых есть те, кто родился раньше положенных 9 месяцев. Но вы об этом не подозреваете. Потому что сегодня эти люди ничем не отличаются от остальных. Ну и вообще, такой факт биографии давно уже не считают чем-то особенным. Тут, конечно, тоже есть свои рекорды. Вот, например, самым недоношенным младенцем в мире считается Ричард Скотт Уильям Хатчинсон. В 2020-м он родился всего на 21 неделе и весил около 300 граммов. Он помещался у мамы на ладони. Но сейчас он выглядит как обычный ребенок и успел отпраздновать первый день рождения. Это, конечно, совсем крайний случай. Потому что вообще-то в роддомах реанимационные действия начинают оказывать с 22 недели. А ребенок должен весить, ну, хотя бы 500 граммов и иметь рост 25 сантиметров. Для врачей эти параметры сигнал, что он может выжить. А вот до начала 20 века такие дети чаще всего обречены. Родился раньше срока? Не жилец. Шансов выжить примерно один к четырем. Часто этим детям никто просто не давал шанса. Акушерка или врач могли сразу махнуть рукой и оставить ребенка без внимания, чтобы он сам умер и не мешал уже родителям завести здоровых детей. А тех, кто родился с явной патологией, иногда оставляли в холодном помещении или на окне. Покричит немного, потом затихнет и тихо уйдет. Да и церковь не поддерживала вмешательство в высший замысел. Бог дал, Бог взял. Выживал один из пяти таких детей. Попадался слишком ответственный врач или мать упрямо отказывалась задаваться. Но давайте честно. Вот если посмотреть на человеческую историю, там с ценностью жизни сплошные проблемы. В древней спарте слабых младенцев сбрасывают со скалы. Из них же не вырастут хорошие воины. Платон пишет, что в идеальном государстве потомство должно рождаться только у самых здоровых и сильных мужчин и женщин. Желковат, согласна. Но не спешите радоваться, что живете в современном мире. В 20 веке появляются Евгеника и опыты над людьми в нацистских лагерях. Мы ушли не так далеко, как хотелось бы. Евгеника – это учение о человеческой селекции. Ее основоположник Фрэнсис Гальтон. Кстати, он был двоюродным братом Чарльза Дарвина. Можно сказать, применил учение брата для построения светлого будущего. Сегодня Евгенику считают неэтичной, а опыты над человеческим геномом запрещены. Но вообще, могли бы пойти этим путем? Почему нет? В какой же момент все поменяется и почему? Да просто найдутся неравнодушные люди с предпринимательской жилкой, которым захочется все изменить. И обстоятельства сложатся в их пользу. Но в этой истории будет много и тех, кто обесценивал их труды и доказывал, что не надо ничего делать. Ну даже не пытайтесь. Никто не оценит. Вы никого не спасете, никому не поможете, ничего не измените. Ну что вам? Больше всех надо, что ли? Примерно это слышит французский врач-неанатолог Александр Лайон в 1891 году. Он ходит по больницам и предлагает установить собственное изобретение – куезы для недоношенных детей. Честно говоря, идея у него не новая. Инкубаторы или теплые коробки люди уже давно используют для выведения птенцов из яиц. Но Лайон дорабатывает конструкцию коробки и предлагает выхаживать в них недоношенных детей. Почему так просто? Ну, потому что главное, что нужно таким младенцам – тепло. Так маленький слабый организм будет тратить силы не на поддержание температуры, а чтобы развиваться и расти. Благая цель у доктора Лайона. Благая. Встречают врача в больницах громом аплодисментов. Нет. Почему? Ну, во-первых, напомню, родился раньше срока, значит, так уж распорядился Господь Бог. Зачем вмешиваться? Есть в этом что-то нехорошее и богоборческое. Во-вторых, переоборудовать клинику, и тем более несколько клиник – дело затратное, да и уверенности, что новое дорогое оборудование будет эффективным – нет. Это сегодня кювес есть практически в любом роддоме или детской больнице, и выглядит он как что-то космическое. А в конце 19 века кювес – это просто деревянный шкафчик. За прозрачными дверцами лежит ребенок. Внутрь шкафчика с помощью насоса нагнетают теплый воздух. Ребенка достают только когда пришло время кормить его или менять пеленки. И в-третьих, людям, как всегда, проще обругать такую инициативу, чем поддержать. Ну что этому Лайону? Больше всех нужно, других проблем нету. Работу Лайона поддерживают только коллеги из Франции. Они тоже говорят о том, что кювезы – полезная вещь. Но развития в обществе эти идеи не получают. А мамы, убитые горем, слышат – ну ничего, новых нарожаешь. И вот Александр Лайон, чтобы хоть как-то отбить вложенные деньги, силы и время, берет свои никому не нужные кювезы и идет с ними на выставки и ярмарки. Тут нам придется отвлечься. Важно понимать, что такое выставочная деятельность на рубеже 19-го и 20-го веков. Цирк с уродцами и шпагоглотателями на ярмарках постепенно уходит в прошлое. И, будем честны, этому можно только порадоваться. Но шоу должно продолжаться и развиваться. В моду входят технический прогресс и наука. Огромные выставки проходят в крупнейших городах мира – Париже, Сан-Франциско, Варшаве, Лондоне, Вене, Москве и Санкт-Петербурге. Каждая выставка длится не несколько дней или недель, а несколько месяцев или даже лет. Для такой крупной затеи выделяют огромные средства. Строят павильоны, самые настоящие здания. Используют роскошное оформление и приводят последние достижения изобретательской мысли. Посещают их не только избранные эксперты, но и миллионы самых обычных людей. Они приходят посмотреть на новое шоу – технологии. Пускают их, конечно, по билетам. Чтобы вы примерно представляли размах, расскажу про некоторые из таких выставок. 1862 год. Лондон. Вторая всемирная промышленная выставка. За семь месяцев работы публике показывают 30 тысяч экспонатов. Среди новинок – компрессорный холодильник, пассажирский железнодорожный экспресс и вычислительная машина Бэбиджа. Ну, это та, которая бабушка современного компьютера. Кстати, среди толпы был наш земляк Федор Михайлович Достоевский. 1900 год. Париж. Десятая всемирная промышленная выставка. За семь месяцев ее посещает 50 миллионов человек. Власти ради выставки запускают первую линию метро, построят два вокзала – Лионский и Арсе. Ну, последний потом станет музеем. Миру покажут новейшие изобретения – эскалатор и озвученный фильм. Ну, и еще одну выставку важно здесь упомянуть, ведь она в каком-то смысле работает до сих пор, хотя построят ее в конце 30-х годов прошлого века. В этот день глава советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов объявил всесоюзную сельскохозяйственную выставку «Открытый». Выставка достижений народного хозяйства в Москве. Она отчасти копирует размах международных выставок. Но оно и понятно, ведь главная задача ВДНХ – продемонстрировать каждому достижение нового коммунистического государства. Вот на таких выставках Александр Лион и решает показывать кювезы. Но вот беда – публика не идет смотреть на шкафы. Шкафы они могут посмотреть и дома, ну, подумаешь, вековинка. Это же не холодильник, не стиральная машинка, не вычислительная машина и не летательный аппарат. Вот чего-то не хватает в этом аттракционе. Или даже так – кого-то не хватает в этом аттракционе. Догадались? Конечно, не хватает самих младенцев. Лион отправляется в роддом и просит дать ему на попечение самых безнадежных детей с экстремально низким весом. Тех, с кем не хотят возиться врачи, с кем уже мысленно навсегда попрощались родители. И ему их дают. Так кювезы начинают работать в полную силу, а посетителей становится чуть больше. Вы, наверное, подумаете, зачем показывать на промышленной выставке живых детей? Какой-то экспонат неподходящий. Ошибаетесь. Цирк уродцев, может, и ушел в прошлое, а вот любопытство зевак осталось на месте. Шкаф с младенцем внутри – это только один из живых экспонатов, который можно увидеть на выставках. Например, на международной выставке в Чикаго в 30-х годах зрители могли посмотреть сразу на пятерых однояйцевых близнецов Дион. Девочек привезли в выставочный павильон с шестимесячными и продержали там почти восемь лет. Вместо дома – выставка. Вместо родителей – сотрудники, врачи, нянечки. За это время их видят миллионы посетителей. Лица пятерняшек помещают на упаковку детского питания, заимствуют для производства кукол и считают национальной гордостью. Родители поздно поймут, что натворили, но все-таки вернут детей домой путем долгих сутебных тяжб. Но восемь лет в замкнутом пространстве без забот и близких не пройдут даром. До преклонных лет доживут всего трое из пятерняшек, и все они сойдутся во мнении, что детство у них украли. Зато выставка получилась отличная. Продали много билетов, заработали денег и известности. Но вернемся к кувезам Лайона. Выставлять их с детьми – неплохая идея, но для полного успеха нужен грамотный маркетинг. И вот теперь в этой истории появляется еще один ключевой персонаж. Он покупает несколько кувезов и привозит их в Соединенные Штаты Америки. Там набирает безнадежно маленьких детей из роддомов и назначает плату за вход. 25 центов с человека. Его имя – Майкл Артур Кауни. Он войдет в историю как человек, который спас около 6,5 тысяч недоношенных детей. Думаете, у него были амбиции спасти мир? Нет. Только планы подзаработать. Он быстро понимает, что нужна реклама, которая будет трогать за живое, играть на слабостях публики. Поэтому он печатает афиши и зазывает народ фразами «Живые дети в инкубаторах» и «Весь мир любит детей». Ценности бренда находят отклик в сердцах простых граждан. И в итоге инфанториум – выставка детей – проработает в лунопарке Кони Айланда 38 лет. Представьте себе, как работает такой инфанториум. Обслуживает его целый штат медсестер и кормилец. Медсестры поддерживают в павильонах почти стерильную чистоту и заботятся о детях. Одна из них, Аннабель Мэй, даже становится женой Кауни и долгие годы поддерживает его дело. Именно она настаивает, чтобы все сотрудницы строго соблюдали правила гигиены. В итоге в павильонах было чище, чем в некоторых больницах того времени. Кормилицы обеспечивают живую выставку про питание. А значит, им нельзя курить, пить алкоголь и есть нездоровую пищу. Риск заболеть или получить некачественное питание для недоношенных детей – слишком большая угроза. Если правила кто-то нарушает, сотрудница лишается постоянной работы и хорошей зарплаты. И как же реагирует публика? Любопытные посетители удивляются тому, из каких маленьких созданий вырастают люди. То и дело в павильоне слышится «Боже, да они же живые!». Конечно, сложно поверить, что малыш весом каких-то 500-700 граммов – это живой человек. Но медсестры достают детей с кювезов, чтобы искупать, сменить пеленки и покормить. Все это на глазах изумленной публики. Любые сомнения в том, что дети живые исчезают сразу же. А вот газеты ругают доктора Кауни, бессовестно зарабатывая деньги на живых экспонатах. Но проходит время, подросших детей возвращают в семью, а успех выставки гремит по всей стране. Постепенно детей на выставку стали приносить сами родители, а спустя время забирали здорового ребенка обратно в семью. На этом этапе Кауни понял, что деньги, конечно, ему очень нужны, и зарабатывать их нужно как можно больше, чтобы купить еще больше кювезов и спасти еще больше детей. С родителей недоношенных ребят плату за содержание не берут. Все расходы покрываются из взносов посетителей. Вскоре выставки Кауни получают поддержку официального медицинского сообщества и даже властей. Когда Кауни выставит кювеза на всемирной выставке в Чикаго в 1933 году, его поддержат известный американский неонатолог Джулиан Гесс и местная администрация города. После закрытия выставки Чикаго станет первым городом, который официально внедрит политику ухода за недоношенными детьми. Думаете, что вот теперь-то все и кинулись хвалить Кауни и создателей кювеза доктора Лайона? Нет, люди, которые называли все это фарсом, все равно остались. Доброе дело всегда найдет армию противников. Хотите делать что-то хорошее? Готовьтесь бороться за это хорошее. В первой половине 20 века в Америке набирает популярность евгеническое движение. Его представители обвиняют доктора Кауни в ужасном преступлении. Он оставляет в живых детей, которые будут портить нацию, передавать ее родства и недостатки своего развития. Последователи этого учения считают, что личность формируется в основном наследственностью. Вот, например, на одном из конгрессов по вопросам Евгеники можно было услышать такое. Нет никакого сомнения, что если бы в Соединенных Штатах закон о стерилизации применялся бы в большей мере, то в результате меньше, чем через 100 лет мы бы ликвидировали по меньшей мере 90% преступлений, безумия, слабоумия, идиотизма и половых извращений, не говоря уже о многих других формах дефектности и дегенерации. Таким образом, в течение столетия наши сумасшедшие дома, тюрьмы и психиатрические клиники были бы почти очищены от своих жертв человеческого горя и страдания. Обратите внимание, все как по учебнику политтехнологии. Жестокие меры ради спасения несчастных людей. А результат будет примерно лет через 100. Вы-то сами не застанете уже это прекрасное время, но ваши дети, здоровые и очищенные от всех порогов, будут жить именно так. И слова, какие замечательные, ликвидировали, очищены. Кауни выдерживает все. Нападки газет, обвинения от последователей Евгеники и даже бедность. В истории он останется не великим богачом, а человеком, который однажды начал спасать детей, а потом не мог остановиться, отдав этому делу всю жизнь и все свои деньги. Наверное, потому что ему больше всех надо было и нечем было больше заняться. Ну и потому что было плевать, кто это оценит. Главное, что ему удалось сделать, переломить общественное мнение о недоношенных детях. Люди увидели, что это такие же дети, как и любые другие. Их признали пациентами и перестали считать побочным продуктом неудавшейся беременности. А теперь я хочу напомнить вам о том, с чего все началось. Александр Лайон изобрел хорошую вещь, которая никому не была нужна. Он, наверное, тоже слышал от многих-многих людей много критики. Его поддержал только один человек, купивший квезы, чтобы запустить странный, вроде бы никому не нужный бизнес. Иногда нужно совсем немного. Поддержка всего одного человека может перекрыть хейт от сотен и тысяч людей. Сколько таких обесценивающих комментаторов отодвигают от нас что-то важное и хорошее? Сколько людей отказались от по-настоящему революционных идей лишь потому, что никто их не поддержал? Я уверена, рядом с вами есть человек, которому нужно прямо сейчас сказать «У тебя отличная идея! Пробуй!» Не ждите, пока это сделает кто-то другой. Поддерживайте друг друга, верьте в свои идеи, и пускай из них, как из младенцев в квезах, вырастают взрослые добрые дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok